Вот уже пятый год подряд Samsung показывает свой Galaxy Note. Сначала он был простым экспериментом, с нереально большим дисплеем для своего времени, со стингусом, от которого все уже давным-давно открестились и с очень крутыми характеристиками. Но, как ни странно, идея не только прижилась, смартфон стал едва ли не культовым. После него четыре года подряд Galaxy Note были топовыми и даже затмевали флагманские эски. Но в этом году все, что выпустили Samsung, оказалось очень хорошим. Я бы даже сказал, одно лучше другого. Это Samsung Galaxy Note 5, и он офигенный. Правда, в этот раз совсем другой. Если раньше смартфон был максимально универсальным и по факту представлял из себя настоящий компьютер в кармане, то сегодня он стал более имиджевым и ощущается более премиально. Раньше, вплоть до Note 4, можно было расширить память, расширить или заменить батарейку и даже управлять бытовой техникой при помощи инфракрасного порта. Теперь ничего этого нет, зато есть крутейший корпус из стекла и металла. В общем, тут уж кому что больше нравится, или максимальная практичность, или премиальный дизайн. Корпус ощущается более дорогим в сравнении с предыдущим поколением. Тут стекло и спереди, и сзади, а вся боковая рамка металлическая, причем не крашеная, а значит не облезет. Сборка идеальная, ничего не люптит и не скрипит. Главной фишкой Galaxy Note всегда был S-Pen. Это электронное перо, которое в первой версии распознавало всего 24 степени нажатия, а в последних двух распознают аж 2048. Это не просто стилус, это маленькое произведение искусства, при помощи которого можно и работать, и творить. Причем возможностей для рисования много. В новом Note 5 можно добавлять заметки даже на заблокированном дисплее. А стилус теперь не просто вынимается, а выщелкивается, как ручка. И теперь все ваши коллеги и друзья будут вас ненавидеть. Камера в смартфонах Samsung всегда была отличной, тут она не исключение. Большинство сравнительных тестов в интернете показывают, что остальные сильно отстают, особенно в темное время суток. Тут же и глубина резкости, и цвета, и дополнительные возможности позволяют попросту забыть про другие фотоаппараты. Видео пишется вплоть до 4К. Качество отличное, а 5-мегапиксельная фронтальная камера позволит получать хорошие селфи компании даже в темное время суток. Еще одно достоинство топовых Samsung в Super AMOLED дисплее. Тут он 5,7-дюймовый с разрешением Quad HD и просто нереальной плотностью пикселей, цветами и углами обзоров. Но размеры дисплея не сделали корпус необъятным. Его все еще можно объять. Рамки настолько тонкие, что экран занимает аж 75% площади лицевой стороны. При меньшей диагонали iPhone 6s Plus имеет куда большие габариты. Тут очень хороший софт. Да, и это я вам говорю про TouchWiz. Наконец-то тут нет кучи хлама, и все работает быстро. А главное – темы. Они меняют не просто и компакт, и обои, но и меню, и подменю, и шторку, и вообще все. По железу все как в S6 Edge Plus. Восьмиядерный 64-битный процессор Exynos 7420, где 4 ядра работают с максимальной частотой 2.1 ГГц и еще 4 с частотой 1.5 ГГц. В комплекте с 4 ГБ оперативной памяти и графикой Mali-T760 MP8. И этого хватает, чтобы играть в танчики почти на максималке, но травку лучше отключить все же. Что касается памяти, то есть всего два варианта – на 32 и 64 ГБ, и нет слота для карты памяти. И это, по моему мнению, проблема, ведь раньше могло быть более 64 ГБ, а сейчас нет. Ну и остановность. 3000 мАч – это вроде бы немного, ведь было 3220, но тут более энергоэффективный процессор, поэтому смартфон запросто живет день. Конечно, все зависит от модели использования, но живучесть хорошая. К тому же есть быстрая зарядка. От розетки зарядится за полтора часа, но даже без проводов – за два с половиной. Это, к слову, один из первых смартфонов с быстрой зарядкой и по проводу, и без него. И это реально спасает нередко. Ну а теперь немного о грустном. Вместе с Note 5 был показан S6 Edge+, который представляет из себя то же самое, только он без стилуса и с загнутым дисплеем по бокам вместо задней крышки. И Samsung делает на него больший акцент, как бы понимая, что стилусом сегодня уже никого не удивишь, а фаблеты хорошие есть уже и у других производителей. Поэтому решили сделать акцент на нереальном загнутом дисплее Super AMOLED, и он реально впечатляет. Но я все же надеюсь, что линейка Note не станет нишевой, ведь иметь дополнительные возможности стилуса при работе с большим дисплеем – очень круто. К слову, в пользу Note 5 играет еще и стоимость. Она заметно ниже, чем у S6 Edge+. Смартфон получился просто шикарным. Красивым, презентабельным, производительным, с лучшими на рынке камерами и дисплеем. А что еще нужно, если вы хотите самое лучшее? Это было видео на канале Комфи Юэй. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok